Никогда так не говорите. Слова, покруче, от которых нужно избавиться в своей речи. После полномасштабного вторжения много украинцев стали внимательнее относиться к своей речи и следить за ее чистотой. Однако, значительная часть населения до сих пор допускает немало ошибок, об этом пишет РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на публикацию, рух замову, в Фейсбук, каких слов нужно избавиться в речи. Никогда так не говорите. Сейчас я назову слова, покруче, которых давно надо было избавиться в речи. Возможно, кому-то покажется, что сейчас уже так никто не говорит, но нет. Я снова и снова слышу эти слова, говорит Дарья Фиалка. Она называет следующие слова, скики, сэки, в значении, скильки, тыки, в значении, тыльки, сёдня, в значении, сегодня, тэща, в значении, тисяча. Почему-то замечаю, что люди именно даты произносят очень нечетко, смазывают их. Зачем же тогда вообще их говорить? И еще мои, любимцы, слова круче, моно, и тока. Пожалуйста, оставьте эти слова только как шутливую специю. И подумайте над тем, если вы без уважения относитесь к тому, что вы говорите, то почему это должны уважать другие? Следите за четкостью своего языка, говорит эксперт, как заменить заимствованные слова на украинские. Раньше мы писали о том, какие слова в речи на самом деле не являются ошибками. Читайте также о том, какие слова ошибочно считают российскими.